привет привет мои хорошие у нас что сегодня вторник по моему я не знаю и неделю а да да вторник правильно сегодня же я ходила в этот загс сейчас я вышла из дому и иду в аптеку купить от деточка в своем соске мальчику на бутылку девочки мощную соску я то что и купила ее уже маленькая она хочет побольше сосочку эта чурка требует просто не хочет от требует погода такая же никакая будем говорить ходила сегодня с утра в загс и очень разочаровалась разочаровалась потому что я не могу без паспорта мужа получиться здесь зарождение детям или хотя бы мне нужно знаете копия паспорта нотариально заверенная с апостилем с переводом и так далее я этого всего не знала мне девочки которые здесь живут которыми я советовалась они говорили что мужа паспорт не нужен но они пошибались как выяснилось я попросила мужа мне это все прислать если найдет он такую быструю доставку в принципе она есть или муж будет присылать мне копию нотариально заверенную с апостилем с приводом или же я буду ждать пока он сам приедет вот короче у меня два варианта просто мне хотелось пока он приедет быстро быстро хотя бы свидетельство о рождении получить снил остальное все думала когда он приедет уже с его участием вместе будем делать не получилось немножко подмерзаю уже можно сказать но ветер никак не прекращать не прекращается вот это вот погода ветреная просто вымораживает так иду покупать сосочки не оттуда своей доченьке на пять минут на все равно хотя бы пять минут я ее увижу вчера отнесла есть смесь я очень надеюсь что она и подойдет ну все пока закрываюсь еще увидимся привет привет мои солнышки у нас такой ветер я как баба ешка но отчитаться надо так сегодня я сходила в детскую поликлинику по месту моего жительства отнесла извещение это рождение моего сына до будем говорить рождение девочки у меня на руках нет его принесут в пятницу на руках у меня нет потому что когда мою девочку переводили из роддома а в больницу я лежала в больнице лично не присутствовал поэтому мне его на руки не дали вот в чем дело а завтра придет к нам домой медсестра осмотра циночка даст мне направление это наставление точнее о том как ухаживать за моим мальчиком вот сейчас же я была в женской консультации сюда принесла выпуска из роддома и оплату все на сегодняшний день у меня дела закончились и хотела записать своего сына и дочь заранее на прием к невропатологу я узнала что есть у нас неплохой невропатолог исаев марасхаб по моему имя на фамилия исаев позвонила еле когда звонила записаться к нему пока не получилось потому что почему сейчас у нас начало сентября мне сказали перезвонить в начале октября и записаться на октябре на какой там свободное число будет в октябре это неизвестно меня на конец октября закинуть или вообще куда закинуть вот так вот я хотела записаться сейчас же на октябре нет сказали нельзя надо что позвонила и в начале октября и записала ну как то как то не знаю месяц полтора месяца полтора два месяца ждали приема невропатолога нет я лучше поищу какого-нибудь другого но про исаева просто были очень хорошие вот в интернете поэтому хотела попасть к нему пойдем другом сейчас же все я буду топать в сторону дома так как мой ребеночек мальчик наверно уже проголодался я стыдила молочку оставила но на всякий случай бегом-бегом-бегом домой я уже скучаю по нему уже скучаю безумно я не знаю я выхожу в город час-два и мне уже его не хватает точно также я скучаю по своей дочке я приду к ней в реанимацию 5 минут всего лишь выходишь оттуда я сияю все ей бываю счастливая такая это через полчаса через час я опять за ней скучаю цене вечером тоже пойду на пять минут вчера вечером тоже была у своей дочке начали давать но смесь но пока результатов говорится рано подождем хотя бы несколько дней будет она ее усваивать или нет потом я поделюсь с вами информации закрывать я заранее прошу прощения за все шумы но мне нужно было где-то присесть снять видео идя по дороге взять нереально потому что очень сильный ветер все пока мои солнышки закрываются всем хорошего дня настроение всего самого лучшего будучи самыми счастливыми привет мои хорошие я после души как обычно своем халатике любимым давно его не надевала так как было лето было жарко жарко проскрабировала лицо скрабом чистая линия с абрикосовыми косточками я не не изменяю этому скрабу вы знаете у меня уже руки как из попы честно скажу уже снимать как раньше не могу вечно у меня то рот не помещается то глаза не помещается то еще что-то не помещается в камеру сейчас нанесу навеки вот этот вот крем с алиэкспресс вот он мне очень нравится эта серия не раз говорила я буду к не возвращаться и вот на лицо и шею нанесу этот крем с этой серии у меня еще есть бальзам для губ тоник тоник почти закончился осталось совсем чуть-чуть я его с собой взяла и лосьон после тоника который наносишь лосьон тоже я его хорошо попользовала потому что я брала его в роддом и в больницу там вместо крема я использую вот надо возвращаться заниматься опять своим личиком своей кожей мои детки должны видеть меня красивой честно признаюсь я пока лежала в роддоме мне ну мне было не не до лица продуме она и на пару раз только кремом помазала лицо в этом больнице когда лежала раза три-четыре исполнила и все ну так как дома надо 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 возвращаться к своей жизни мой сыночек спит сзади меня он там спит его вам не видно мы девочка также в реанимации вечером пойду к ней обязательно к моему птенчику дочурочки мои мы каждый день к ней ходим я хожу в основном один день только хотела мама потому что знаете в день 5 минут всего лишь есть и не хочется пропустить эти пять минут завтра к нам придет педиатр с медсестрой моему сынули кстати знаете что заметил у меня какая-то вот какая-то сыпь здесь появилась мелкие 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 как будто бы прищики что ли типа похоже на потницу что-то такое появилось не знаю что это и еще заметила что после родов у меня знаете такая пропала легкость в теле как это объяснить тело как будто бы не мое тяжело мне вставать с кровати утром поясница побаливает но это нормально поясница после эпидуралки бывает насколько я знаю но не знаю ноги болят как то вот знаете ощущение что я постарела так мое здоровье как будто пошатнулась я его ощущаю вот это вот состояние не знаю может это временно может это пройдет но пока вот так и у меня после рода остался живот живот лягкий попом я не знаю сколько я вешу сейчас потому что дома весов нет но ближайшие пару месяцев мне нельзя качать пресс а так если это пузо сама по себе не захочет меня покидать то я буду обязательно качать пресс потому что и но я никогда в таком теле не было мне это не вредно даже может быть у меня тяжесть вот это вот в теле из-за лишнего веса потому что я как-то не привыкла к такому весу солнышко мою кряхтит солнышко мою кряхтит вот здесь вот этот вот вот ладно кремики масочки маски тоже я уже как домой пришла делаю масочки накладываем лицо не забывая проект кстати сейчас вам покажу фотографию она мне прямо здесь это я когда мне было 15 лет вот она и как-нибудь я сниму вам а вы просили у меня фотографии мои с детства я с ним сделаю видеоролик но не сейчас кстати ногти 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 я сняла этот гель-лак или шиллак как он там называется как мне посоветовали девочки наложила на ноготь во ваточку с ацетоном с жидкостью для снятия лака сверху все это замотала фольгой для выпечки и просидела вот где-то час и потом пилочкой убрала так что спасибо девочки ваши советы мне помогают еще девочки знаете сто первый раз даже тысячи первый раз готова поблагодарить всех вас за поддержку за теплые слова которые я получаю свой адрес в личных сообщениях в комментариях прошу прощения у меня нет возможности отвечать всем но я все читаю почти все читаю не буду врать сучта почти все читаю и очень благодарна вам за то что у меня поддерживается все закрываюсь буду наводить красоту вы тоже мои хорошие поднимаем попочки идем в ванну или где там у вас кремики масочки и занимаемся собой поймать